У меня сейчас обновочка. Это мой новый фотоаппарат. Я просто хочу заняться этим делом более серьезно. Здрасте. Я от Зеленского. Да. Я от Вовки Зеленского. Хачем. Владимир Александрович, привет. Мы вас любим. Ёб, я на муравейник встал. Всем привет. Сейчас пришел туда, куда хотел прийти еще неделю назад, но что-то не задалось. Пришел просто погулять в лес. Кстати, вон там мне нравится больше, если честно. Давно не снимал. Не буду отмазываться как-то, говорить, что не было возможности, потому что возможности были. Да, пару раз мне подсирала погода, но тем не менее, время, чтобы снимать у меня было. Я, кстати, и пробовал, но что зашло не так, и мне не нравилось, поэтому я избавлялся от этого видео, которое я записывал. Блин, и лейте туда. Туда? Туда или вон туда? Пожалуй, все-таки пойду назад. О, в детстве мы, короче, вот такие вот песочные ямы. Все время запрызгивали, строили базы свои в них. Вот, и это было классно на самом деле. Боже, я надеюсь, что картинка сейчас сносная, и можно будет все красиво сделать, потому что я недавно выходил тестировать. Я шел против солнца, правда, и я так жестко был пересвечен, что это просто кошмар. Еще привыкаю к этому аппарату. Кстати, вы же еще не знаете, у меня сейчас обновочка. Это мой новый фотоаппарат Canon EOS M50. Те, кто подписан на меня в инсте, уже давно про это знают, потому что купил я его, наверное, уже около месяца назад. Ну, наверное, поменьше, но около того, в 20-х числах. То есть, ну, недели две, может, даже три, он у меня уже в использовании находится. Йоу, what's up? Запечатляю торжественный для меня момент, ключевой. Не отсюда идет отсчет, но все-таки. Надо как минимум в инстаграм снять. Уаа, вот он, я его уже вижу. А, а, а. Да ты шо? Вот это он такой маленький. Мне на ладошку. Вот это прикол. Ля, вообще, я думал, оно побольше будет, оно прям малютка-малютка. Да вы гляньте, фотик чисто на ладошку. Вы спросите, а зачем тебе вообще новый фотоаппарат? У тебя же есть твоя камера, на которую ты снимаешь влоги, Сонечка. А я вам отвечу, я был готов к такому вопросу. И даже не надо писать, что я сам себе его задал. Да, моя Сонька, она просто обалденная для влогов. Это та камера, которая, вот, если вы хотите запечатлять какие-то моменты из своей жизни на видео, и если вы не хотите просто углубляться в настройки и получать классную картинку прямо с камеры, то вот эта Сонька, это то, что вам нужно, и, типа, за свои бабки это очень классная камера. Она сейчас, если я не ошибаюсь, новая, стоит 9000 гривен. У меня была HDR S300. И отсюда следует вопрос. Так, если тебя твоя Сонька устраивала и выдавала тебе хорошую картинку, и она маленькая, удобная, с ней легче ходить, чем с этой, тогда зачем ты вообще купил себе этот фотик? Все просто. Я считаю себя, искренне считаю, что я все-таки больше творческий человек, чем просто тот, кто будет вкалывать всю жизнь. И на данный момент то, что мне нравится, это съемка. И как бы вы понимаете, что на мою Соньку можно было просто брать, ты ее включил, и все, ты идешь, записываешь влог. На этот же аппарат я могу как снимать вот эти вот влоги, как сейчас, так и фотографировать, так и заниматься какими-то более серьезными проектами. И поэтому я посчитал, ну, не то, что необходимым, но тем, что мне нужно, и чтобы в будущем я мог все-таки начать разбираться с фотоаппаратами, с тем, как они вообще работают, потому что, ну, Соньку, я же говорю, ты берешь, просто включаешь, нажимаешь кнопку записи, и погнал, у тебя все классно, все красиво. Тут же, если выставить не те настройки, это будет просто кошмар. Картинка будет что-то типа вот такого, и типа, ну, вы понимаете, что на такую картинку смотреть не очень приятно. Вот, поэтому я считаю, что мне развитие, вот этот аппарат, это для старта, это просто must have. Я на данный момент не жалею ни капли о его покупке. Вот как-то вот так, и все. Я просто решил... Вот это, знаете, когда стоишь, короче, в лесу, где-то трава высокая, как бы, она так щекотит, то там, то там, и ты думаешь, блин, не какой-то там паук, змея, что ли, лезет, что происходит. Что-то я забыл, что говорил. Я просто хочу заняться этим делом более серьезно, поэтому я и взял себе этот фотоаппарат. И, как бы, пока мы с вами об этом говорили, я остановился. Ну, посмотрите, куда я пришел. А? Ну, разве это не красиво, ну? Я считаю, что это очень красиво. Кстати, отпишите, пожалуйста, в комментарии, как вам видео, потому что все мои прошлые были сняты в 60 фпс. Вот, это же я снимаю в 24. Как по мне, как по мне, вроде смотрится достаточно, достаточно солидно. Поэтому пишите ваше мнение в комментариях, мне будет интересно знать. И вообще, я пришел сюда записать видос, другой, не влог, а, ну, другое видео. Вот, и не знаю, где это сделать, на самом деле, получше. Тяжело. Я сейчас выполняю достаточно опасные такие вот действия. Смотрите, какая трава. Вот мое ребро, и вот эта трава. Ну, не ребро, а пояс, да? И вот эта трава. То есть, она очень высокая. И, само собой, я прям по ней шагаю. Но я хочу добраться вон туда. Да ты шо, там, наверное, будет так классно. Ребята, летом хорошо в лесу, конечно. Но вы не представляете, как у меня только что была война с муравьями. Вон тварь сидит на ноге. А как же мне пройти-то в лес-то, а? Слушайте, кажется, я туда не... Кажется, я туда не... Муравьи на коленях, муравьи везде. И я, конечно, молодец. Зашел прям в поле. Надо было обувать кроссовки, а не шлепки. Ладно, пойду, короче, наверное, через трассу. По таким дебрям шагать. Снял, блин, видео красивое в лесу. Так, я вот думаю. Идти сейчас через дорогу или вернуться на то место, откуда я пришел. И там уже доснять все-таки вам видео, которое я собирался. Как же это тяжел... Ой, причесочка моя красивая. Как же это тяжел... Ёб, я на муравейник встал. Ой, пи***. Ой, пи***. Зашел в лес. Ммм, классно-то как. Да ты шо, на муравейник ногой наступить. Слава богу, я вовремя очухался, и они меня не уничтожили. Просто ногу. Жесть. Не повторяйте этого дома. Не ходите в лес в шлепках. Никогда в жизни. Всем привет. Для тех, кто здесь новый, скажу сразу, что меня зовут Стас. Фамилия Баньков. Йоу. Усап. Записал я уже это видео, которое я собирался вам записать, которое вы видели недельку назад. До того леса, как вы уже поняли. До вон того. Я добраться не смог через лес. Я могу, в принципе, сейчас выйти вон туда на дорогу. И через нее, собственно, спокойно, не заморачиваясь, прийти в него. Но мы сейчас не об этом. Я сейчас вам рассказывал про то, как я записал вам прошлое недельное видео. После того, как я благополучно наступил, пробежался по этому муравейнику, что я так подумал, что красивая локация подождет на будущее. И красивый кадр, максимально красивый кадр подождет момента, когда у меня будет штатив. Сейчас, когда у меня нет штатива, я могу позволить себе съемку с рук, собственно, как происходит сейчас. Немножко для меня пока еще не привычно. Чина, секундочку. Алло. Так вот, о чем мы там говорили с вами, честно, я уже не помню. Вот, я уже... Мне недавно буквально исполнилось 17 лет. Я еще ничего из себя не представляю, кроме того, что вот сейчас вы видите. Я просто парень, который только что закончил школу. Кстати, по этому поводу будет отдельное видео скоро, где я расскажу про ЗНО и про свое поступление. Я это видео пытался записать, на самом деле, уже раза два или три, но оба раза были... Если вам все еще интересно увидеть это видео про ЗНО, про мое поступление, куда я решил поступать, что я буду делать со своей жизнью дальше, пишите об этом в комментарии, и это будет очень интересное видео, потому что вряд ли кто-то из вас ожидает от меня такого. На самом деле, много кто уже знает, потому что, пока я запишу это видео, я уже многим людям рассказал. Но тем не менее, много из вас тут тех, кто вообще не из моего города, кто лично со мной не знаком, кому я как-то не говорил. Я в Инсте, правда, даже своей не говорил. Поэтому да, вот такие дела. Сейчас я наконец-то спущусь в лес, но там уже темно. Я, кстати, вот ни разу, вот ни разу за всю свою жизнь, сколько я вообще, блин, был на даче раз, и ни разу сюда, вот конкретно в это место, где я сейчас не приходил и не спускался в лес. Это было, наверное, сразу просто идти сюда, не марать мозги с вот тем вот забором, через который я перелазил изначально, куда я шел. Я не знаю вообще, почему меня сейчас потянуло в лес, но вы как бы посмотрите. Ну, это просто лес. Это просто лес. Пускай это небольшой лес сейчас, но тем не менее, это так классно, блин, вы не представляете. Даже здесь. Вы вправду считаете, что это нормально? Ну, я, конечно... О, еще, еще, смотри. Ну, зачем? К чему это тут лежит? К чему тут салофан? Пластиковые бутылки вон с пива. Зачем вы мусорите в таких местах? Ну, неужели вам самим не противно? Неужели вам не мерзко от того, что вы делаете? Фу, меня так раздражают люди, которые не могут банально выкинуть за собой мусор. В общем-то, я думаю, вы поняли, почему я решил купить себе новый фотоаппарат. По факту, по факту, я абсолютно ничего не знаю про фотоаппараты. Ну, не знал, когда его купил. Но я с удовольствием буду учиться. И что я вам хотел сказать? Чтобы у меня не было пути отступления, чтобы я не мог просто отложить фотик, расслабиться, включить свою Соньку и снимать на нее, я решил ее продать. Таким образом, у меня как бы будут и денюжки, и не будет, знаете, задней мысли, типа, что я могу вот в случае чего, если у меня не получится с этим фотоаппаратом что-то настроить, я могу взять свою старую Соньку и на нее спокойно идти, не переживая записывать. Нет, я ее сейчас продаю. Кстати, если вам это интересно, и она у меня еще до сих пор есть, пишите мне в Инстаграм, ссылочка в описании. Я продаю ее сейчас за 8,5 тысяч гривен. Я продаю не только камеру, потому что новая стоит, самая дешевая я нашел вроде за 9 новую, но там идет в комплекте камера и аквабокс. Я продаю камеру с аквабоксом, плюс я продаю две флешки по 32 гигабайта, и плюс я продаю дополнительный аккумулятор с зарядным устройством, поэтому, если вам интересно, пишите мне в Инстаграм Директ, мы с вами поговорим, обсудим все. Вы можете стать счастливым владельцем камеры, на которой я снимал свои влоги. Понимаете, да? На нее было снято столько материала, вы себе не представляете. Уже, кстати, закат. Вот, иду сейчас на дачу к родителям. Родители делают шашлыки. Как вы понимаете, я это мясо уже не ем почти 2 года. Честно, не помню, сколько. Зимой, если я не ошибаюсь, будет 2 года, как я не ем мясо уже. Это не машина. Кстати, смотрите, я чисто в экранчик, увидел машину. Я так подозреваю, что вы эту информацию, как и я в свое время, просто пропускали мимо ушей. Срубни меня! Мужик открывает дверь, из машины открывает дверь, заднюю вылазит, а говорит, сфотографируй меня. В принципе-то я не знаю, что вам еще рассказать. Я выговорился как мог. Пишите, как вам картинка в комментарии, потому что мне реально очень интересно это узнать. Как вы считаете? Я хочу просто снимать вот в таком формате, в 24 кадра, а не в 60. Кажется, бухие мужики идут. Сейчас будет интересная концовка видео, я пока не заканчиваю, если я не ошибаюсь. Это тот мужик, который орал мне, типа, сфоткай меня. Да, да, это тот мужик, сейчас поговорим. Чего-чего? Я заснял, когда я тебя играл. Да вы же, блин, наверное, на подпитку вам потом, если вы посмотрите, будет или нормально все. Давай нормально. Я Стас. Я Саня. Приятно познакомиться. Я от Волки. У меня брата Саня. Я от Зеленского. Да. Я от Волки Зеленского. Отчем. Отчем. А вы что? И всем мир. Отдыхайте? Ага. Можно? Сними Владимиру Александровичу. Ни хрена себе. Владимиру Александровичу привет. Мы вас любим. Ценим. Но только набирайте. Перешли. Я дам тебе номер телефона. Дай твой номер телефона. Свой? Да. А что, серьезно от Зеленского? Я? Нет. Это он. Я от Зеленского. Саша говорит от Зеленского. А, Саша, да. Саша, да. А я же думал и вы тоже. Думал коллеги. Я чисто на YouTube все снимаю. А на YouTube, да? Да. Выкинешь. Вы не против? Нет. Мы не против. Мы не против. Мы здесь. Все, класс. Так. Что, пацаны? Короче, так. Мы сейчас отдыхаем с братом. Погода вот. Ничего не мешает. Все нормально. А вот этот с нами пацанчик. Вот такой вот палец. Звать его Стас. Стасик звать, да? Как вас зовут? Васик. Василий и Саша. Александр. А, Саша это. Да. Привет. Все. Все. Сейчас еще. Давай. Давай. Погоди. Я не пью и честно вам не советую. Потому что это вредно. А? Правильно, Стасик. А мы тоже не пьем. Мы только так. Ну, я понял. Чисто дно. Ты уматывай, пацан. Да, да. Блядь, а какие, блин. Такое солидное, да? Серьезное. Ну, нормально. Стасик. Будь здоров всегда. Да, вам тоже всего хорошего. Все. Стасик, спасибо. Все, пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Товарищ Иванович, вам тоже. Кто будет обижать сразу нам? Набирайся. Всего хорошего вечера. Мы приезжаем. Мы ездим. Продал на руку пивом и блин. И вымазал мне руку. Но, тем не менее, я считаю, что это обалденная концовка для моего влога. Поэтому, как бы там ни было, все, что я хотел вам рассказал. По поводу фотоаппарата, почему я решил его взять. По поводу того, что будет дальше. По поводу того, что я буду снимать чаще. Всем спасибо, что посмотрели. Надеюсь, что такая вот концовочка обалденная вам понравилась. Потому что, ну, честно, у меня сейчас эмоции такие веселые. Увидимся с вами через неделю. А может и быстрее. Но не позже. В этот раз уже не позже, чем через неделю. Всем пока. Это жестко. Это было жестко, реально. Продолжение следует... Продолжение следует...